Новый арт-объект Одессы. Рисунок бывалого морского волка со своим верным другом попугаем украсил одну из бетонных стен многоквартирного дома на Секецкой. Мурал нарисовала художница из Киева Анастасия. Сейчас девушка живет в Лондоне, но ради создания нового арта прилетела в Одессу. Одесса – это известный старый большой порт, и у вас здесь очень красивое море, и вообще замечательный город морской. И это как пожилой моряк, который уже отжил свое проездие, прокатался, посмотрел мир. И я хотела передать действительно такой какой-то взгляд его, который повидал мир страны. И вот он привез себе товарища из заморской страны, и как бы такой, если можно сказать, символ Одессы, как бы для меня, как приезжий. Всего в рамках проекта Одессариум в городе появится около 20 муралов. Пока что их только 7. Первый одесский мурал появился на французском бульваре. За моей спиной вы видите тюленя и взрыв ярких красок. Его нарисовали американские художники Эрнеста Маранье и Мата Рута. На муралах на улице Кироспольской изображены слон и шелоклювка. На площади Деревянка семья дельфинов, на спуске Маринеско – Баклан, а на стене санатория Чкалова на французском бульваре – лошадь. Пока погода позволяет, авторы проекта планируют создать еще около 7 картин. Мы планируем еще где-то 6-8 картин нарисовать. Сегодня сейчас едем встречать трех художников из Лондона и из Барселоны. Уже есть выбранные стенки, пусть это пока останется сюрпризом. Но в холодный сезон мы войдем порядка с 12-15 работ. В Одессе уже представили свои работы художники из Америки, Италии, Британии и других стран мира. Многие украинцы, одесситы сегодня рассеяны по миру, которые занимаются этим направлением. Бросили клич, пригласили. Очень рады. Нью-Йорк, Майами, Америка, Великобритания, Италия. Откликнулись муралисты, откликнулись мастера. Приехали в Одессу. Вдвойне приятно. Отказались от гонорара. О нашем городе знают, его любят. В ближайшие дни в Одессу прибудут еще три художника. Но где появятся новые муралы и что на них изобразят, пока держат в строжайшем секрете. Полина Корюк, Юрий Шинкаренко, телеканал «Репортер».